Друзья мои, всем привет! С вами, как всегда, Кухня с акцентом. Меня зовут Зураб. И, как вы заметили, наверное, мы выбрались на природу. Вы меня часто спрашиваете, Зураб, покажи, что можно приготовить на природе, кроме шашлыка. А я, знаете, что-то вот просыпаюсь и очень-очень захотел у джахури. Представляете, у джахури в казане на костре это такая вкуснятина. Ну, в общем, что я разглагольствую, я сегодня вам покажу, как на природе в казане на костре приготовить просто шикарнейшие. У джахури, вы лишитесь здоровечи, настолько он вкусный. Ладно, поехали, в общем. Честно говоря, не хочется вставать. Знаете, вот пока я камеру не включил, я сидел и полчаса говорил, о, какое наслаждение, о, какое наслаждение. Знаете, очень жарко, а под деревьями какой-то такой прохладный ветер дует, еще и с моря вот этот ветерок. Ну, пока вы у моря не побиваете, вы это не поймете, что это такое, когда вокруг, знаете, такая духовка, а с моря такой свежий ветерок, это, он, знаете, просто убаюкивает, знаешь. Я посплю чуть-чуть и вернусь к вам. Вау, не, я не могу. Сегодня блюдо будет готовить оператор. Друзья, для начала нам нужно свинину хорошенько обжарить. Нужно хорошо нагреть казан, чтобы свинина быстро, знаете, румяная корочка образовалась. Для этого чуть-чуть заливаем масло. Свинина сама тоже жир потом выделит. А масло для того, чтобы вначале сразу свинина не прилипла. Немного масла заливаем, нагреваем и отправляем сюда мясо. Еще что хочу сказать, я мясо замариновал, на килограмм мяса столовую ложку аджики и на ночь оставьте. Это, кстати, не обязательно, если честно, но если сделаете, вкус мяса будет насыщеннее, более пряный вкус. Ну, в общем, смотрите, мясо отправляем партиями для того, чтобы они хорошо обжарились. О, отлично. И посмотрите, друзья мои, как много жира свинина в виде него. Вот о чем я говорил. Сейчас мясо до румяной корочки обжариваем. Еще можно чуть-чуть даже. Смотрите, какая красота у нас получилась. В общем, убираем. Мясо нужно хорошенько подрумянить, вот так. Это будет намного аппетитнее и вкуснее, но в то же время передерживать тоже не стоит. Оно станет сухим, как подошло. В общем, вот эту первую партию убираем. И следующую обжариваем. И вот так мясо полностью обжарим. После того, как мясо пожарили, сейчас в этом же жиру жарим картошку. Картошка, знаете, как вот такими средними кубиками нарезана. Но если она маленькая, не режьте. Так прямо можно ее отправить. В этом же жиру картошку до румяности обжариваем и готовим наполовину примерно. Из-за того, что мы мясо мариновали в аджике, сам жир, знаете, такой пропитанный специями. И вот, как вы, наверное, заметили, специи сразу к картошке прилипают. И аромат тут стоит сейчас просто невероятный. Это такой маленький секретик, хитрость. Ребят, картошка у нас немного подрумянилась. Посмотрите, какая она золотистая просто. Красота какая. Накрываем сейчас крышкой. Приготовим ее примерно наполовину. Потом ее с мясом, уже и с овощами до конца доведем, так скажем, до ума. Картошка у нас почти готова. Сейчас картошку убираем. Вот этот весь жир, что у нас был, картошка впитала. Поэтому сейчас чуть-чуть масла сюда наливаем. И отправляем сюда болгарский перец и лук. Тут еще один маленький секрет. Болгарский перец и лук крупно нарезан. И знаете, их доготавливать не нужно, чтобы они там мягкие стали, прозрачные. Ни в коем случае. На сильном огне пищенко прижариваем. Пусть они термическую обработку пройдут. Слегка станут мягкими. Знаете, чтобы они были полусырые. И достаточно. Друзья, про лук заговорили. И вспомнил, у нас подписчица одна есть. Знаете, когда в каком-то блюде много лука, она пишет всего два слова. Фу, лук. И восклицательный знак. Реально штук 10 рецептов. И вот это фу, лук. Я представляю, что с ней сейчас случится. Когда она столько лука увидит тут у Казани, тут уже будет не фу, лук, а фу, лук. Или фу, 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 лук. Вот максимум 5 минут интенсивной жарки. Я сейчас попробую с вашего позволения. Все, хватит. Пожалуйста, не передержите, будет невкусно. Вот реально наполовину приготовиться достаточно. И отправляем сюда нашу картошку с мясом. Тщательно все перемешиваем. После того, как добавили картошку с мясом, сразу добавляем специи. Я в описании запишу, какие специи. Но если у вас есть сухая аджика, где-то завалялась, поверьте, это будет вообще чудо. Именно то, что надо. Но если у вас сухой аджики нет, там специи тоже будут указаны. Обязательно в описании к видео. В целом уже почти все готово. Но вы же помните, что картошка у нас немножко недоготовленная. Накрываем сейчас казан крышкой. Максимум минут 10 на среднем огне картошка доготовится. То есть по картошке вы это поймете. Попробуйте, если картошка доготовлена, блюдо тоже почти готово. Прошло у нас 10 минут. Давайте картошку попробуем. О, идеально приготовилась. Прекрасно. Насыпаем сюда зелень. У меня, друзья, тут 5 видов зелени. Зеленый лук, петрушка, укроп, кинза и базилик. Но вы по своим предпочтениям можете что-то убавить. Отправляем сюда чеснок. Одну небольшую головку. У меня примерно 6-7 зубчиков. О, джахури тщательно перемешиваем. Перемешиваем так, чтобы чеснок и зелень тщательно распределить по всему казану. И блюдо на самом деле готово. Накрываем крышкой и убираем с печки. Ну, пора, друзья мои, сделать дегусташвили. Я, с вашего позволения, пока попробую лук и болгарский перец. О, 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 давайте картошку тоже вдогонку. О, какая это вкуснятина. А мясо? Давайте мясо попробуем. Ребят, знаете, я честно вам хочу сказать. Тут люди, которые уже это попробовали, говорят, что это не джахури. Это шедевролури, вот так можно сказать. Это шедевральное. Это настолько вкусно. Знаете, это вот чисто грузинское блюдо, потому что тут есть все. Специи, вот этот пряный вкус, свежесть лука и болгарского перца, зелени, чеснока. Это просто такой симбиоз производит. Это алхимия. Это уже не кулинария, это уже алхимия начинается. И вот если вы едите на природу, а как вы говорили, хочется какого-то разнообразия, это разнообразие, которое вас покарит еще и походу. Будете его потом все лето на природе бегать и готовить с казаном. Поэтому, друзья мои, соблюдая вот эти маленькие нюансы, которые я вам сегодня показал, у вас получится вот это шедевральное грузинское блюдо. А особенно на природе, это природа, это знаете, такой усилитель вкуса. А всем, кто досмотрел до этого места, особенное спасибо. С вами, как всегда, был канал Кухня с акцентом. Желаю вам, друзья мои, хорошего аппетита, настроения и вот такой же вкусной жизни, как вот это блюдо. Вот у вас жизнь будет. Если оно будет такое же, как это блюдо, у вас будет не жизнь, а малина. А, почему? Не жизнь, а у джахури. В общем, всем спасибо. До встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»